Избрание Михаила Романова означало установление в России новой правящей династии. Годы Смуты привели страну к еще большему катастрофическому состоянию. Нужно было укрепить обороноспособность страны, восстановить хозяйство и гражданское спокойствие. Но провозглашение Михаила Романова самодержцем, абсолютной властью которого в руках была, самодержцем, вовсе не означало, что такой властью он обладал. Вот послушайте, это можете не записывать, цитата Ключевского. Ключевский писал, власть нового царя составлялась из двух параллельных двусмысленниц. По происхождению она была наследственно-избирательной, а по составу ограничена самодержавной. Укрепление авторитета и власти монаха связано с его сыном Алексеем Михайловичем. Годы правления его 1645-1676. Теперь послушайте. После него правил другой сын Фёдор Алексеевич, а потом Иван и Пётр Алексеевич. Вот такая последовательность была. Вот Фёдор Алексеевич с 1676-го по 1682-й. Вот это тоже известные даты. Ну и, наконец, потом Иван и Пётр Алексеевичи. Это уже после 1682-го. Иван и Пётр Алексеевича 1682-й. Это потом об этом будем говорить. В 1649-м году в Соборном уложении, с большой буквы Соборное уложение, в Соборном уложении была введена особая глава, согласно которой преступление против личности государя считалось преступлением против государства. Если кто-то оскорбит государя, значит, считаете, что государство оскорбили. То есть авторитет государя был поднят. Вот это Соборное уложение с 1649-го года, с 1648-го, 1649-го года, в течение 180 лет, можете написать, что это Соборное уложение, в течение 180 последующих лет, то есть почти два века, являлось основным законодательным кодексом страны. Это очень важный документ, значит, что он предусматривал. Во-первых, ликвидировались городские слободы. Городская слобода. Такое понятие было. Слободы? Л, буква Л по-старому, слобода. Привилегированные. Это были... Слободы? Ну, от слова «свобода», конечно. То есть, например, в городе какие-то поселения были привилегированы. Там немецкая слобода была. То есть, и там жили немцы, их не трогали, кого там приглашали мастерами, в качестве мастеров из Германии и прочее, прочее. И даже у имена Петра I была такая немецкая слобода в Москве. Китай-город не просто так назывался, Китай-город. И так далее. Но эти граждане, которые там жили, люди, которые там жили, это были привилегированные. А вот в этом соборном уложении эти привилегии отменялись, ликвидировались. То есть, это было как бы государство в государстве. Это царение устраивало. Дальше. Дворяне получили имущественные привилегии. Уже. И превратилось в сословие постепенно. Крепостничество было окончательно узаконено. И в государственно-политической жизни страны произошел переход к абсолютизму. Так, что значит абсолютизм? Абсолютная власть царя. Можете привести страну классического абсолютизма? И период назвать. Абсолют от слова. Людовик XIV во Франции заявил, государство – это я. Вот он тоже там во Франции вел. Абсолютную власть. Абсолютную. То есть, вообще, только за ним оставалось последнее слово. Все решало. И вот к этому же в России тоже шло. Все это дело. Дальше. Управление страной было сосредоточено в различных приказах. В скобочках для себя напишите. По отраслям. Например, посольский приказ. Ну, а чем занимался посольский приказ? Как по-вашему? Послами, да? Иностранными делами. Внешними. Так. Еще был приказ, например, сибирский. Как по-вашему, чем занимался сибирский приказ? Сибирскими землями. Вот так вот. По местным. То есть, по местам, по территориям. И так далее. Вот эти приказы потом уже, можете не писать, во времена Петра Первого, он особо разработал эту систему управления. А сейчас она только лишь складывалась. То есть, появились какие-то приказы. Вот этого же не было при Иване Грозном вообще. Даже представлений таких не было. То есть, царь уже понял, что нужно каким-то образом страну управлять. И несмотря на то, что он абсолютную власть хотел сосредоточить в своих руках, тем не менее, он все равно не мог управлять всей страной. И поэтому он по отраслям поделил, назначил, ну как бы министерство, скажем. То есть, они занимались. Конечно, последнее слово было за ним. Но тем не менее, работали уже определенные люди. Это ясно, да? Так. Страна делилась на 250 уездов. Вот это интересно. С населением свыше 10 миллионов человек. По тем временам... Это сейчас 10 миллионов, в одной Москве у нас 15 миллионов. По статистике меньше, но теоретически. А тогда вот это количество на всю страну было распределено. Тогда это считалось много, конечно. Особо серьезным событием того времени был церковный раскол. У его истоков стоял патриарх Никон. Это в 17 веке произошло. Так, патриарх Никон и протопоп Абвакум. В 1652 году после своего избрания Никон провел церковную реформу. Вот теперь просто послушайте. Это можно не писать. Никон решил модернизировать обряды церковные. То есть, например, он говорил, что не нужно уже бить челом о пол, а можно просто кланяться в пояс. Потом он говорил о том, что нужно креститься тремя пристами, а не двумя. То есть, не во имя Отца и Сына только лишь, да, а во имя Отца и Сына и Святого Духа. Потом он говорил, что бракосочетание, когда проходит в церкви, ну вот, венчание, да, церковное венчание, то есть, по часовой стрелке надо обходить или против часовой. То есть, ну потом еще всевозможные вот такого рода обрядовые моменты, он их решил урегулировать, исправить книги церковные, молитвы, обряды и так далее, модернизировать как бы. Но это вызвало такое невосприятие людей. И церковь раскололась на новый обряд, который вел он, и на старый обряд. И огромное количество людей остались старообрядцами, хотели оставаться старообрядцами. Вот, и стали они бежать из Москвы, и считалось, что вот 100 километров от Москвы это глушь далекая. И стали они переселяться, вот, в наши с вами территории. Вот Орехово-Зуево считается центром всероссийского страны, прячется по сегодняшний день. Я говорила вам, да, это уже. Но дело даже не в этом, скажем. Даже не в этом. Почему Алексей Михайлович не хотел мириться с его идеалами теократическими? Он не хотел мириться, потому что, можете написать, что был конфликт между царем и патриархом, и патриарха не изложили на церковном соборе 1666 года. По той причине, вот сейчас назову основную причину, почему он его не изложил? Какая разница царю было? Не изложил, потому что идеи, вот эти теократические, расходились с абсолютной властью царя. Идеи абсолютизма не могли состыковаться с этим. А Никон тоже хотел править и быть второй фигурой в государстве после царя. Понимаете? Он вел реформу, он был реформатором, он хотел, чтобы с ним считались и хотел быть второй фигурой после царя. А царю это подрывало его абсолютную власть. Поэтому он его не изложил. То есть здесь он пошел по пути Ивана Грозного. Потому что Иван Грозный, помните же, своего митрополита тоже уничтожил? Помните эти события, о которых я говорила? Его же сослал он его, унизил, не изложил, сослал. Там его Малюта Скуратов убил в тюрьме и прочее. И практически его здесь тоже не понравилось царю, и он его не изложил. И вот с этого времени, 1666-67, с этого времени началось деление русской церкви на господствующую, нового обряда, нового обряда, и старообрядческую. Но в любом случае вы должны понимать, что это православие. Хоть так, хоть сяк, в любом случае это православие. И в любом случае это христианство. Но старообряд столько, когда было принято аж в X веке, когда Владимир крестил. Это сколько веков уже прошло? Семь веков люди привыкли уже к такому обряду. И поэтому невосприятие было очень сильным. И по сегодняшний день старообрядчество, оно есть, оно никуда не делось. Оно есть, существует и очень многие исповедуют старообряд. Теперь дальше, какие события еще?